Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из 2-го послания святого апостола Павла к Коринфянам, глава 5, стихи с 10 по 15. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, и Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Итак, дорогие братья и сестры, сейчас идет период попраства преображения Господня. И сегодня Церковь нам предлагает отрывок из второго послания святого апостола Павла к Коринфянам, глава 5, стихи с 10 по 15. Несколько тем здесь поднимает апостол Павел. Одна из этих тем – это тема страшного суда. Так или иначе, наше догматическое богословие, опираясь на Священное Писание, формирует тот контур нашей веры, тот вектор, по которому мы шествуем по нашей жизни, дабы не отклониться от верного пути. Догматическое богословие – это наш компас, который указывает нам верную дорогу к Богу. И догматическое богословие черпает, конечно же, свои доктрины, свои догматы из Священного Писания в том числе. И вот эту нашу веру во Второе пришествие в Страшный суд мы черпаем как раз-таки из Писания. И один из текстов как раз-таки – это сегодняшний текст, который нам об этом живописно рассказывает. И говорит нам, что всем нам должно явиться предсудилище Христова. «Все мы должны предстать пред Господом». И у нас уже эта концепция развелась в два суда. То есть, когда человек умирает, это первый суд – частный суд, когда душа предстает пред Богом, и ей определяется предварительное заключение, предварительный суд, и душа отправляется ждать Второго пришествия. Знаете, мы когда читаем перед Литургией шестой час, там есть такое выражение «студенец истления», что вернее будет перевести как Кшеол, да, вот это Лона Авраамова, ожидание суда Божия. И вот души пребывают вот в этом ожидании, праведники в ожидании рая, а грешники в ожидании ада, который наступит как раз-таки в день страшного суда, когда и враг рода человеческого сатана будет повержен архангелом Михаилом и незринут в гиену огненную, где ему уготовано томление во веки вечные, где огонь не угасает и червь не умирает. И вот об этом суде страшном говорится сегодня, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова. Когда умрем, частный суд, по второму пришествии страшный суд. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, мы получаем по заслугам, условно говоря, по тем делам, которые мы творили в теле. Хотя церковь и верует, что действительно мы можем вымолить прощение каких-то грехов у человека, поэтому молимся, чтобы Господь оставил прегрешение вольное и невольное всем усопшим и от века почившим рабам Господним. И далее апостол говорит, то есть первая тема — это страшный суд. Хорошее напоминание всем нам, очень трезвит. Порой очень важно помнить, что всех нас ожидает страшный суд, что наши поступки не проходят бесследно, и, как говорит нам Евангелие от Марка, все тайное становится явным и станет явным. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Страх Господень — начало премудрости. Мы должны знать страх Господень, как об этом говорит апостол Павел. Мы вразумляем людей, зная страх Господень. Здесь апостол Павел опять вынужден защищаться от его гонителей, от лже-братьев, которые пытаются опять-таки авторитет апостола Павла уничтожить. И он говорит, мы имеем страх Господень. Мы знаем, что нам нужно ответить за все худое и доброе, что мы в жизни делаем. И мы вразумляем людей, и Богу мы открыты. Апостол Павел делает все исходя из Божьего повеления, исходя из заповедей Божьих, исходя из того, на что он был поставлен быть апостолом. И он открыт Богу и надеется, что также его деяния находятся перед коринфянами, скажем так, на открытой площадке. Они видят, что нет в нем никакого лукасства, надеются, что совести их он открыт полностью, чтобы они могли своей совестью испытать деяния и дела апостола Павла. И он говорит, не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами. Нет нужды, говорит апостол Павел, нам заново себя представлять, делать какую-то презентацию самих себя. Вы и так нас знаете. Но мы даем вам повод похвалиться нами. Мы даем вам возможность открыть апостолов в нас для них самих, для коринфян. Заново открыть, полюбить апостола Павла вновь. Но не апостол Павел должен это делать. Они сами должны вновь для себя вернуться к тому опыту, первой любви, которую они обрели. Дабы имели, что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Апостол Павел не хочет перед ними как-то показывать себя. Показуха — это не про апостола Павла. Уж простите за такое просторечие. Но он не хочет хвалиться внешними заслугами, не хочет хвалиться своим опытом и так далее. Он не хочет все это проговаривать и говорить. У него нет такого глашатая, которая идет и говорит апостол Павел, и все его заслуги перечисляет. Нет, такого нет. И не хочет апостол Павел это делать. Он не хочет хвалиться. Ибо хвалиться он хочет только делами. А дела — это сами коринфяне. Коринфяне есть дело апостола Павла. Самое живое свидетельство его апостольского дарования. Поэтому он не хочет хвалиться лицом, как те, которые его поносят. Он хочет хвалиться только сердцем. Но не своим, а сердцем любящих коринфян. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Выходим из себя, то есть проявляем строгость. Мы во имя Божия, не ради своих каких-то целей. Не ради того, чтобы показаться строгими. А ради Бога. А скромны для вас, скромны. Чтобы не оскорбить людей. Чтобы их путь становления в Боге был не таким болезненным. Ибо любовь к Христову объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер изо всех, то все умерли. Важная концепция, что во Христе мы все умираем. Водами мы все умираем, а во Христе оживаем. Мы умираем в купеле крещения и совоскресаем со Христом. Христос за нас умер реально. Мы же умираем в купеле крещения мистически. Один умер за всех. И все умерли. Во Христе мы все умерли. И во Христе же мы все воскресли. Вот что говорит апостол Павел. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. А зачем умер Христос, спрашивается? Неужели ради этих склок? Неужели ради зависти нашей? Нелюбви друг к другу? Нет, говорит апостол Павел. Не для того, чтобы мы жили для себя, но для умершего, за них и воскресшего. Это очень прикликается с посланием к римлянам святого апостола Павла, где как раз таки он говорит, что если мы умерли, то умерли для греха, а живем, живем для Бога. Поэтому почитайте себя умершими для греха, а живем для Бога во Христе Иисусе. Поэтому Христом и Его любовью мы объединены. Это важно помнить, и об этом напоминает нам сегодня церковь. Помним о страшном суде, о любви к Христовой. И жить мы должны не для своего собственного похотения и страстей, а для Бога и ближнего. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем смиряться, будем обретать истинный фундамент жизни, который есть Христос. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok